МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Отправка нам сообщений, все это может грозить вам административным или даже уголовным преследованием. Радио Свобода признана в России нежелательной организацией. Но читать, смотреть и слушать наши статьи, программы и подкасты можно без ограничений. Сегодня в выпуске. Последствия удара по предприятию по производству боевых беспилотников в Татарстане. Владимир Путин предложил новое объяснение причин, по которым Запад, как он уверен, хочет расколоть Россию. В Петербурге задержан правозащитник, диссидент советских времен Александр Скобов. Также сегодня. Мистер Брандо, да вы хоть знаете, что вы гений? Лицо актеру просто потемнело. И он сказал, гений? Моцарт гений? Микеланджело гений? Что же вы разбрасываетесь такими словами? Исполнилось 100 лет со дня рождения актера Марлона Брандо. Один человек погиб, еще двое ранены в результате сегодняшнего российского ракетного обстрела Сумской области в Украине. Повреждены здания магазина, дома культуры и несколько автомобилей. В Харьковской области скончался 11-летний мальчик, получивший ранение при обстреле села Новоосиного в Купинском районе. Его отец скончался на месте. Число пострадавших при ударе под Днепру два дня назад достигло 18 человек. Среди них не менее шести детей. Российские власти сообщают о боевых беспилотниках, сбитых в небе над Курской и Белгородской областями. Ну и продолжает обсуждаться удар по особой экономической зоне Алабуга в Татарстане, где находится цех по сборке боевых иранских дронов типа «Шахет» и их российских аналогов. Чтобы долететь до Алабуги из Украины, беспилотник должен был преодолеть не менее 1200 километров. При атаке пострадали 13 человек, 8 из них госпитализированы. При этом 12 пострадавших студенты образовательного колледжа Алабуга Политтех. Студенты колледжа участвуют в сборке беспилотников. Первыми об этом рассказали журналисты YouTube канала «Разворот» совместно с изданием «Протокол». Они поддерживают и сейчас связь с жителями города Алабуга, где находится колледж. И вот что рассказывает один из авторов канала «Разворот» Дарья Литвишко. Были заявления от студентов, но тоже в личных переписках, что были погибшие. При этом другие говорят, что погибших нет, упомялся металл и есть пострадавшие. Есть заявление о девушке из Руанды, и это вполне себе звучит логично, потому что студентки из Руанды также присутствовали в особой экономической зоне Алабуга, когда мы еще делали это расследование. И, наверное, про пострадавших все. Мне кажется, важным последствием еще можно считать и очень сильный испуг. Он считывается и по отсутствию, по нежеланию давать комментарии. Он считывается и по тем данным, что я знаю, что некоторые студенты уже уезжают. Это был один из авторов YouTube-канала «Разворот» Дарья Литвишко. Существуют видеозаписи, на которых зафиксирован момент атаки на специальную экономическую зону Алабуга. На них отчетливо виден довольно крупный беспилотник, который врезается в здание и взрывается. Несмотря на большое величину, этот беспилотник успешно преодолел расстояние более чем в тысячу километров, не став мишенью российских средств ПВО. Вообще удар по Алабуге был нанесен буквально на следующий день после того, как представители украинских военных заявили, что на вооружении ВСУ теперь есть беспилотники, способные преодолевать более тысячи километров. Но, как отмечает украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский, заявления о наличии у ВСУ боевых беспилотников дальнего радиуса действия делались и раньше. Более-менее мы можем говорить о том, что на самом деле мы давно заявляем о том, что наши беспилотники могут летать на расстоянии более тысячи километров и две с половиной тысячи километров и находиться в воздушном пространстве более 30 часов. Поэтому, в принципе, такие заявления были и ранее сделаны, что мы можем летать дальше. Поэтому тут, думаю, что нет какой-либо связи. Тут есть лишь можно сказать о том, что на самом деле мы увидим результат работы наших инженеров, которые смогли создать такую систему, которая беспрепятственно прошла большую часть территории Российской Федерации. Потому что, если мы говорим о 1300 километрах, это по прямой. Надо не забывать о том, что у нас есть необходимость облета некоторых средств противовоздушной обороны, средств радиоэлектронной разведки и так далее, для того, чтобы обходить, скажем так, уязвимые места. Ну и снова же давайте повернемся к тому, что, в принципе, наверное, с времен Матиаса Руста, с 1987 года в России, когда-то в Советском Союзе, так и не поменялось. Сейчас мы видим, что, в принципе, дыры противовоздушной обороны есть, поэтому есть возможность их обходить. Люди, которые находились, допустим, на улице или возле каких-то населенных фунтов, когда видели такой беспилотник, могли воспринять его как обыкновенный самолет. Ну и снова-таки, да, то есть, в принципе, сейчас, наверное, пилоты легкомоторных самолетов России немножко испугаются, потому что понимают, что, в принципе, попадают тоже под действие противовоздушной обороны Российской Федерации. Есть критерии прохода работы противовоздушной обороны, и для этого имеет значение размер, имеет значение, допустим, скорости пролета цели, ну и объем самой цели. На самом деле, то, что мы видим, он не таких больших размеров, он не попадает под большую цель. Людям, которые, в принципе, видели шахет, я думаю, достаточно понять, что, в принципе, это небольшой дрон. То есть, есть критерии, которые можно обходить противовоздушную оборону, но имея некоторые элементы на борту, которые позволяют, допустим, заранее выявлять возможные системы противовоздушной обороны и обходить. Ну и снова-таки, есть ставка на то, что, в принципе, я думаю, что, находясь на таком большом расстоянии, когда выбиралась позиция для строительства предприятия, которое будет собирать шахеды, выбиралась именно из-за того, что далеко находится, поэтому нет таких технологий, которые могли бы долетать. И поэтому, возможно, конечно, там есть элементы упрощенной системы противовоздушной обороны. Поэтому нельзя опускать тот факт, что, в принципе, там ее уменьшим на такой глубине России. Система, которая происходит, обсчет, допустим, пролета территории, расчет ошибок возможных, отклонений от курса, позволяет держаться в постоянном правильном направлении и снова-таки выбирает цель, то есть попадать в нее, то есть, ну, чтобы долететь без отклонения, так бы правильно сказал бы. Плюс система позволяет, допустим, выявлять впереди препятствия в виде там, допустим, следствия противовоздушной обороны или радиоэлектронной обороны. Говорил украинский авиаэксперт Анатолий Храпчинский. Фрагмент его интервью телеканалу «Настоящее время». Ну а ответы пресс-секретаря Владимира Путина Дмитрия Пескова на болезненные для Кремля вопросы, связанные с ходом войны в Украине, удивительно однообразны. Так что ответ Пескова на вопрос про удар по спецзоне Алабуга приведу просто для истории. Может быть, кто-то когда-то сосчитает, сколько раз Песков за время войны сказал «обращайтесь в Министерство обороны». Это больше все-таки относится к вопросу компетенции Министерства обороны и наших специальных служб, которые противодействуют этой активности киевского режима. Но киевский режим продолжает свою террористическую активность. Мы и наши военные, прежде всего, работают для того, чтобы эту угрозу минимизировать, а впоследствии полностью исключить. Это был пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. В России продолжается расследование теракта в концертном зале «Крокус-Сити-Холл», совершенного 22 марта. Американская газета «Уолл-стрит-джорнал» написала со ссылкой на двух неназванных американских чиновников о том, что предупреждая российские спецслужбы в начале марта об угрозе теракта в России, Соединенные Штаты указывали «Крокус-Сити-Холл» как потенциальную цель нападения. По сведениям источников «Уолл-стрит-джорнал», информация была передана 6 марта, то есть за день до того, как посольство США в Москве опубликовало предупреждение об опасности для американских граждан, находящихся в России. Прямо указывалось, что теракт может произойти во время концерта. Российские официальные лица до сих пор заявляли, что информация о террористической угрозе, переданная американскими спецслужбами, носила слишком общий характер. Владимир Путин на вчерашнем расширенном заседании коллегии МВД России заявил, что терроризм, цитата, «обоюдоострое оружие», что у террористов нет надежной агентуры, что любая информация продается и покупается. Уже после своего доклада, призывая сотрудников МВД мобилизовать свои силы и не терять бдительности, Путин вновь заговорил об истории современности, предложив новое объяснение желания Запада расколоть Россию. Оказывается, Запад хочет отомстить за неудавшиеся походы на Россию, в частности, за походы Наполеона и Гитлера. Как ни странно, кто-то хочет реванша за неудачи в борьбе с Россией еще в исторические периоды, за неудачные походы Гитлера на Россию, Наполеона и тому подобное. И таких исторических примеров очень много. И, как ни странно, в исторической памяти тех самых недоброжелателей, о которых я сказал, многое сохраняется. Как ни странно. Но я с этим сталкивался. Сталкивался. Удивительно. Но факт. Видимо, кто-то посчитал ее, нашу с вами страну, слабым звеном. Ошибаются. Говорил Владимир Путин. Вы слушаете информационный дайджест. Время свободы. Сегодня среда, 3 апреля. Тема выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Следуя призывам Путина к бдительности, российские спецслужбы и в целом силовики доказывают свою эффективность. Так вчера им удалось обнаружить и задержать в Петербурге 66-летнего больного диабетом правозащитника Александра Скобова, который еще в советские времена подвергался принудительному психиатрическому лечению. Скобов активный противник войны в Украине, участник форума «Свободные России». Он имел возможность уехать из России, но отказался это сделать. Вот что еще почти 10 лет назад Александр Скобов говорил о природе путинизма. Под руководством Путина в России идет и, в общем-то, близок к завершению процесс фашизации общества и государства. Да, эта фашизация не доходит до тех классических форм, в которых она осуществлялась в 20 веке режимами Муссолини и Гитлера. Да, она по сравнению с ними как бы все время не совсем настоящая, а какая-то игровая скорее. Да, степень мобилизации общества, конечно, не та. Но здесь нужно иметь в виду, что все-таки фашизация в России отличается принципиально от процесса фашизации в Италии и Германии тем, что она идет преимущественно сверху. Достигли мы определенной стадии, на которой режим все более делает ставку на мобилизацию. И режим стал все более подсаживаться на наркотик мобилизации. Это просто было видно. Вот когда разразился первый серьезный кризис, связанный с выборами 11-12 годов. Вот именно тогда пошла мобилизационная риторика. В выступлениях Путина она очень четко, ее можно проследить. Он испугался, конечно, первого всплеска таких массовых протестных выступлений. Он мобилизовался сам на отпор им. И он стал разыгрывать вот эту карту массовой мобилизации для отпора вражеским силам. У меня было ощущение надвигающейся беды с самого начала. Прежде всего потому, что с самого начала Путин неразрывно связал себя с войной и с большой кровью. Он пришел к власти через Вторую Чеченскую войну. Это было совершенно очевидно. Дальше все вытекало из этого. Дальше очень быстро стало ясно, что его мышление принципиально вертикально. Вот он стал выстраивать эту самую вертикаль, он ее очень осторожно, медленно, маленькими шажками выстраивал, но он ее стал выстраивать с самого начала. Он стал выстраивать систему, жестко манипулируемую сверху. А выражаясь на весьма популярном у нас языке, небольшим количеством конкретных пацанов, по сути дела. Вот они все решают, они в чем-то договариваются друг с другом, в чем-то конкурируют, соперничают. Ну а все, что под ними, это пластилин, который они лепят. Это был российский правозащитник Александр Скобов, сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Как и многие другие правозащитники, общественные деятели в России за ее пределами возмущен задержанием Скобова. Александр Скобов был задержан поздно вечером, после 22.00, на квартире у своего друга, диссидента Юлия Андреевича Рыбакова. Скобова задержали, поскольку против него возбуждено уголовное дело по статье 205.2 «Оправдание терроризма». Скобов много лет выступает как публицист в российских медиа. Он придерживается весьма жестких антивоенных взглядов. И вообще участвует в независимом общественном движении с середины 70-х годов. Тогда он был членом небольшой группы левого направления в Ленинграде. И за свою активность был помещен в психиатрическую больницу. В годы перестройки Александр Скобов участвовал в деятельности Демократического союза. А в нулевые годы публиковался на таких изданиях, как «Грани.ру» и «Ежер.ру». На одних из последних независимых изданий, где могли публиковаться материалы оппозиционных Владимиру Путину публицистов. В последние годы на разных ресурсах он воспитывал с резкой критикой режима и войны, ведущейся в Украине. У него была возможность уехать из России, но он этого не сделал. Статья по оправданию терроризма, она, очевидно, может грозить Александру Скобову длительным тюремным заключением. Он очень нездоров. Несколько лет назад на него напали на улицы и жестоко избили. Нападение было, очевидно, связано с его публикациями. После этого он практически потерял зрение. У Александра диабет. Но теперь он оказывается в тюремных условиях, где, как любят говорить тамошние специалисты, не санаторий. После задержания Скобова был проведен обыск по месту его регистрации у его 90-летней мамы. Мы с вами совсем недавно говорили про Олега Орлова. Изменилась ли как-то ситуация? Что нового вы можете сказать? Да, мы недавно говорили по поводу Олега Орлова. И этот наш разговор, как и другие сообщения в медиа, возможно, повлияли на ситуацию. Вчера, наконец, Олега осмотрел врач. Это было утром. Перед его отправкой в суд на очередное ознакомление с материалами дела. Врач осмотрел его, дал какие-то медикаменты, дал какие-то рекомендации. Но главное, о чем мы говорили в прошлый раз, то, что каждый день Олега везут в автозаке в суд, поднимая до завтрака несколько часов, собирая заключенных и развозя их по разным местам. Потом бессмысленное нахождение в суде, где трудно нормально знакомиться с делом, этому не очень способствует. И невозможно общаться с адвокатом, так как положено общаться с адвокатом, с соблюдением адвокатской тайны. Это еда один раз в день, тот сухой паек, который дали утром в тюрьме, и кипяток, который дали в суде, и возвращение в следственный изолятор после ужина. Так что нормально питаться, нормально заниматься гигиеной и так далее, возможности нет. И это продлится до пятницы. До пятницы продлится ознакомление с материалами дела, я могу поставить это в кавычки, потому что это должно делаться вместе с адвокатом, в взаимодействии с адвокатом. А для этого условий нет никаких. Конвой, присутствующий в суде, просматривает каждую бумагу и вмешивается в переговоры Олега со своим адвокатом. Так что в чем-то ситуация поменялась, а в чем-то нет. Причем, повторю, дело здесь не в следственном изоляторе, а именно в суде, который, похоже, мстит за то, что ему пришлось выполнить неприятную работу и приговорить невиновного человека к 2,5 годам. Моим собеседником был сопредседатель правозащитного центра «Мемориал» Александр Черкасов. Из других достижений силовиков оставленный в силе приговор 6 лет в воспитательной колонии, вынесенный школьнику Егору Балазейкину за попытку поджога военкомата. В своем последнем слове Балазейкин выразил возмущение тем, что его осудили по той же статье, по которой сейчас проходят обвиняемые в теракте в Крокус-Сити-Холле. А дети, арестованные в России, нашей коллегии из татаро-башкирской службы радиосвобода Алсу Курмашевой, в понедельник, впервые с октября прошлого года, имели возможность услышать голос своей матери, которой дали пообщаться с журналистами во время слушаний в суде по продлению ей меры пресечения по двум возбужденным против Курмашевой уголовным делам. Но вряд ли это доставило детям Курмашевой хоть какую-то радость. Вот что говорила Алсу. Камера 5 квадратных метров на двоих, нет горячей воды, вместо унитаза дырка в полу, нет даже полметра свободного пола, чтобы пройти. Фактически это две кровати и полка на стене, нет стола, обшарпанные стены, ремонта, наверное, я была полвека. Определенные диагнозы, мне очень хорошо физически, удовольствия очень плохие, у меня нет возможности следить за своим здоровьем. Вам оказывать медицинскую помощь? Минимальную. А почему вы до этого отказывались от комментариев? У меня никто не скажет. Это была наша коллега из татаро-башкирской службы радиосвобода Алсу Курмашева. 1 апреля суд продлил ей арест, как минимум до 5 июня. Активно ведется и наблюдение за лицами, внесенными в российский реестр так называемых иностранных агентов. На двери кабинета, попавшего в этот реестр в минувшую пятницу депутата Законодательного собрания Петербурга от партии Яблока Бориса Вишневского, уже появилась соответствующая пометка рядом с его именем. То, что Вишневский иноагент, было упомянуто при сегодняшней перекличке депутатов на заседании ЗАГСа, табличка на его столе тоже содержит указания на это, Вишневского еще и исключили из двух комитетов, где он пытался защищать интересы своих избирателей. Внимание журналистов привлекло выступление на сегодняшнем заседании ЗАГСа Петербурга уполномоченной по правам ребенка города Анны Митяниной. Она, в частности, рассказала, какой ответ получают малолетние дети от разрекламированной повсюду так называемой умной колонки Алиса на вопрос, почему у героини популярного мультсериала «Маша и медведь» «У Маши нет родителей». Давайте послушаем Анну Митянину. Ну, вот меня интересовал вопрос, который, оказывается, интересует и маленьких детей. Маша живет в лесу одна с медведем. С ней происходят всякие разные веселые истории. Ну, почему она одна-то живет? Этот вопрос задают дети. И отвечает на нее, мы все подарили своим детям Алису. Алиса решает домашние задания, предлагает проводить досуг. Вот как на вопрос ребенка отвечает Алиса, почему Маша живет одна? Алиса, почему Маша живет одна в лесу без родителей? Ответ есть на quizclub.com. Читаю. Маша живет без родителей, потому что она всего лишь призрак убитой девочки. Именно поэтому она не растет, и видеть ее могут только животные. Родители же не смогли выдержать потерю ребенка и уехали, оставив пустой дом. А мучает Маша медведя, потому что он и лишил ее жизни. А мне вообще не смешно. Это 5-6 лет. Это была уполномоченная по правам ребенка Петербурга Анна Митянина. Еще одним объектом критики стал «Скибиди туалет». Это мультфильм, проговорящий унитаз, собирающий сотни миллионов просмотров. Ну и последняя тема. Сегодня исполняется 100 лет со дня рождения американского актера Марлона Брандо, которого, правда, в Америке обычно называют Марлон Брандо. Думаю, все знают его роли в фильмах «Крестный отец», «Апокалипсис сегодня», «Последние танго в Париже». Было и много других ролей, удачных, не очень удачных и даже провальных. О Марлоне Брандо написано несколько биографических книг. Об одной из них, написанной Стефаном Канфером, рассказывает Марина Ефимова. Это архивная запись 2009 года. Канфер первым после смерти актера в 2004 году создал серьезный биографический труд, в котором концентрирует внимание на артистическом феномене актера. Уже в фильмах «Трамвай желания» и в «Доке» игра Марлона Брандо стала смертным приговором старому Голливуду. Он первым сделал шаг от преувеличения стилизованной театральности так называемого классического Голливуда к игре по системе Станиславского, непосредственной, интимной, горячей, переворачивающей душу. Он был первым в плеяде блестящих американских актеров, принявших систему Станиславского, или метод, как ее переназвали в Америке. За ним шли Джеймс Дин, Джек Николсон, Пол Ньюман, Джин Хакман, Роберт Де Ниро, Аль Пачино и даже лучшие актеры следующего поколения Шон Пен, Джонни Депп, Леонардо Ди Каприо, Эдвард Нортон, преемники Марлона Брандо. Канфер, жертвуя сочными деталями жизни Брандо, подробно разбирает роли актера, которых в результате оказывается гораздо больше, чем принято думать. Я имею в виду хорошо сыгранные роли, иногда в не очень хороших фильмах. От пронзительного образа ветерана войны в фильме 50-го года мужчины, и страшного хозяина прерий в фильме 76-го года Миссури Брейк, и циничного дельца, символ нашего времени в фильме 80-го года Формула, и так далее, до незабываемого ничтожества в фильме 2001-го года счет. Чтобы сыграть роль парализованного ветерана, Брандо лег в военный госпиталь и научился жить в инвалидном кресле. Но главное, конечно, в том, что он безошибочно подхватил от тамошних пациентов жесткую ироничность, напрочь исключавшую жалость к себе. Готовясь к роли в фильме «Виват Запата», он пожил в Мексике. Ради роли Вита Корлеоне в «Крестном отце», он свел знакомство с мафиоза из Нью-Джерси и потом гениально имитировал манеру общения могущественных донов, которые говорят особенно вежливыми, тихими голосами, или их подчеркнутую галантность по отношению к женщинам, которым, тем не менее, всегда отводится подчиненная роль. Стефан Канфер, как и сам актер, связывает многие специфические особенности таланта Бранда с обстоятельствами его детства. Его мать спилась, обожаемая няня вышла замуж и бросила его, а отец был постоянно им недоволен. Страх быть отверженным стал главной трагедией его детства и юности, но заставил его быть сверхвнимательным к характерам и к поведению других людей. Печальный опыт детства стал, как пишет Канфер, основой харизматической непосредственности и интуитивной проницательности актера Мардлана Бранда. Описывая карьеру Бранда, Канфер часто упоминает возможности, которые актер, как он пишет, глупо упустил, потворствуя лени, прихотям или уступая своим тайным демонам. Он отказался от фильма Лоуренс Рависки, например. Суммируя неверные решения Бранда, рецензент книги Джереми Маккартер пишет. Самым обидным был отказ от предложения великого актера Джона Гилгуда. В 1953 году, сыграв с Бранда в фильме «Юлий Цезарь», где Бранда играл Марка Антония, Гилгуд пригласил молодого актера на весь театральный сезон в Лондон, чтобы играть вместе с ним и Полом Скофилдом. Это был момент, когда могло сбыться предсказание Теннесси Уильямса. Дело в том, что в ночь бродвейской премьеры «Трамвай и желание» автор пьесы дал Бранда такую телеграмму. «От моего грязного поляка вы когда-нибудь перейдете к мрачному датчанину, потому что в вас есть то, что делает театр миром безграничных возможностей». Предложение Гилгуда открывало прямую дорогу к роли мрачного датчанина. Вместо этого Бранда принял предложение сняться в фильме «Дикарь». Смехотворный выбор. Фильм, конечно, стал культовым, но роль его героя не стоила таланта Марлона Бранда, а роль Гамлета он так и не сыграл. Однажды, по-моему, после выхода фильма «Апокалипсис», я видела по телевидению интервью редчайшее с Марлоном Бранда, которое приоткрыло для меня одну возможную причину его глупого, как считает Канфер, выбора ролей. Во время интервью Бранда явно тяготился похвалами, которыми осыпала его журналистка. И, наконец, она не выдержала его самоуничижительства и воскликнула «Мистер Бранда, да вы хоть знаете, что вы гений?» Лицо актеру просто потемнело. И он сказал «Гений? Моцарт – гений? Микеланджело – гений? Что же вы разбрасываетесь такими словами?» Иногда говорят, что Марлон Бранда стал жертвой метода, который сжигает актера, потому что, в отличие от британской, скажем, школы, требует от него не сыграть героя, а стать им. Не исключено, что поэтому Бранда прожил жизнь, полную, по выражению Канфера, нелепых крайностей, невероятных триумфов и устрашающего горя. Бранда сказал однажды «Если хочешь отклика публики, вливай кровь в ее фантазии». И действительно, когда смотришь последнее танго в Париже, разве не чувствуешь себя немножко упырем, который упивается кровью измученного человека, умирающего на экране? Это был информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Юлия Голубева. Наш подкаст можно найти и послушать на сайте «Радио Свобода» в телеграм-канале «Время свободы» и на популярных платформах подкастов. Ну а у меня на сегодня все. До свидания. Студия подкастов «Радио Свобода». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова